В начале 20 века автомобили ездили как бух на душу по лошаду. Никакой дорожной разметки не было. Это превратилось в проблему уже через несколько лет, когда автомобилей стало в 10 раз больше и столкновения приводили к человеческим жертвам. И вот в 1919 году один из водителей в США медленно ехал за протекающей цистерной с молоком, которая оставляла белую полосу как раз посередине дороги. Это натолкнуло его на мысль нарисовать такую полосу перед своим домом и обозначить стрелками направления. Никто тогда не заставлял водителей следовать по стрелкам, но они как-то сами перестраивались и делали это безо всяких внешних усилий. Впоследствии эта система была внедрена в США на государственном уровне, ее переняли в другие страны. Это можно рассматривать как один из ранних примеров мягкого эффективного побуждения, начи. И сегодня наш подкаст о том, как поведенческая психология дает возможность корректировать поведение людей, поталкивая к принятию важных, полезных и нужных решений. Меня зовут Ада Быковская, я старший советник по цифровым коммуникациям Международного комитета Красного Креста. Кто меняет наше поведение? Все все время хотят изменить наше поведение или наши чувства. Родители, дети, супруги, работодатели, подчиненные, всем от нас что-то нужно. Продавцы хотят, чтобы мы покупали больше разных товаров и услуг. И для этой цели они прибегают к маркетингу. Наиболее эффективно маркетинг действует, когда давит на наши слабости. Это серьезный элемент манипулирования. Влиять на нас можно через разнообразные страхи. Осталось всего три дня распродажи, и мы боимся не успеть купить по выгодной цене. О страх загробных мучений в Аду, кстати, в средневековье сделал продажу индульгенций прибыльным бизнесом. Можно влиять через жадность. И мы покупаем три по цене двух, даже когда нам и одно не очень-то нужно было. Можно через гордыню. И мы, конечно, расстаемся с деньгами, потому что мы этого достойны. Разумеется, на своем месте, будучи родителями, супругами, детьми, работодателями, сотрудниками, мы тоже пытаемся изменить поведение других. Нам же виднее, как им нужно себя вести в конце-то концов. А еще определенного, правильного поведения от нас ожидает правительство. Своевременные уплаты налогов, голосование на выборах, ношение масок и перчаток в метро и магазинов, соблюдение уголовного кодекса и так далее. Иногда правительство для этого прибегает к пропаганде, агитация, пиару. В других случаях у него есть более весомые рычаги, законы, неисполнение которых приводит к штрафам, а то и более серьезным наказаниям. Именно на государственном уровне более 10 лет назад создавались департаменты побуждения, чтобы влиять на человеческое поведение мягкими мерами, но наиболее эффективно. Для этого, конечно, необходимо человеческое поведение хорошо понимать. Прекрасный пример такой меры – решение о донорстве органов после смерти человека. В странах, близких культурно-экономически, процент доноров органов существенно различается. Например, в Нидерландах их менее 30%, тогда как в Бельгии 80%, в Германии 12% по сравнению с почти 100% в Австрии. Причина тому – формулировки договоров медицинского страхования. В Нидерландах и Германии вы должны поставить крестик, если вы хотите стать донором органов после вашей смерти. В Бельгии и Австрии вы должны поставить крестик, если вы не хотите этого. Люди и там, и там предпочитают не ставить крестик, оставляя все как есть. А в результате медицинские службы Бельгии и Австрии обеспечены донорскими органами, тогда как в Нидерландах и Германии это может быть проблемой. Именно подобные технологии перенимают сейчас организации и компании. Давайте отвлечемся от технологии на вопрос этики. Насколько этично прибегать к влиянию, которое так сложно отличить от манипуляции? Лингвист Хейден Элджин говорил, что любая речь – это попытка манипулирования. Как бы мы не хотели быть нейтральными, мы не можем не манипулировать в разговоре. Как минимум наша цель, чтобы собеседник нас слушал, тоже относится и к внешнему виду. Даже мало думающие об одежде все-таки не выходят на улицу голышом и следят, чтобы левый и правый ботинок были одного цвета. Вид пациента психиатрической лечебницы несколько затрудняет социальную жизнь, ну и милиция смотрит с подозрением. Итак, выбора между манипулированием и абсолютной нейтральности у нас нет. Мы можем манипулировать сознательно и умело, или неумело, бессознательно, как делают маленькие дети. Этические вопросы при этом – каковы ваши цели и мотивации, честны ли вы и не причиняете ли вы вред самому человеку и обществу в целом? Департаменты побуждения Первые департаменты побуждения, созданные в США и Великобритании, были озабочены как пользой для общества, так и эффективностью дешевизны применяемых методов влияния. Оказалось, что такое совмещение возможно. В США в извещениях об оплате электроэнергии стали указывать расходы электроэнергии по сравнению с соседями. Если расход был меньше соседей, то поздравляли и писали, так держать. Если же расход был больше, то предлагали варианты экономии. Такая рассылка не стоила ничего, кроме работы сотрудников над уже имеющимися данными о потреблении электроэнергии. А вот сэкономили в итоге на 250 тысяч долларов. Так что мягкое побуждение можно использовать и для того, чтобы спасти нашу планету. В Великобритании департаменту побуждения для описания мер непрямого эффективного воздействия создали модель EAST. Easy, Attractive, Social and Timely. Легкое, привлекающее внимание социальное своевременное. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Итак, легкое. Не обязательно выдумывать сложные схемы, даже наоборот, чем проще, тем лучше. Например, в Швеции красиво разрисовали ступеньки, чтобы побудить людей пользоваться лестницей, а не эскалатором. Это сработало. Привлекающее внимание. В обилии информационного шума необходимо привлечь внимание человека, чтобы повлиять на него. Часто для этого используется информация о самом человеке. Рассылка, в которой адресата называют по имени-отчеству, а не уважаемый абонент, срабатывает лучше. А в Англии увеличилось количество оплативших транспортный налог, когда в извещениях об оплате им присылали фото их собственной машины с дорожных камер. Социальное. Люди чаще всего ведут себя так, как окружающие. Поэтому отсылка к социальным правилам поведения работает хорошо, как в примере со сравнением расхода электроэнергии с соседями. И, наконец, своевременное. Проще всего внедрять изменения, когда рутинная жизнь человека уже чем-то нарушена. Это может быть переезд на другое место жительства, создание семьи, поиск работы, уход на пенсию. Человек все равно вынужден создавать для себя новые рутины, новые привычки. И именно тогда проще включить желаемое, чем в уже устоявшуюся жизнь. То есть, если вы хотите повлиять на людей, покажите желаемое поведение как легкое в достижении, привлекательное, социально одобряемое и сделайте это своевременно. Лучше всего, когда поведение будет делаться на автопилоте. В результате работы Департамента побуждения в Англии прибавилось 100 тысяч новых доноров органов в год. Увеличилась посещаемость вечерних школ для взрослых и набор в армию. Это только малая часть позитивных изменений. Дай дорогу жизни. Благородная задача Международного комитета Красного Креста МКК – помощь пострадавшим от вооруженных конфликтов и их последствий. Государство мира подписали 4 Женевские конвенции 1949 года, которые обеспечивают защиту больных раненых гражданских лиц и военнопленных. На практике правило войны соблюдается, но, однако, есть и исключения. МККК работает как с вооруженными силами и вооруженными группировками, так и с правительствами и религиозными кругами, чтобы повлиять на соблюдение этих норм. Мы также успешно использовали методику поведенческой психологии в Пакистане для того, чтобы водители пропускали машины скорой помощи. Препятствование скорой помощи было большой проблемой в стране. Более трети водителей или игнорировали такие машины, или сознательно препятствовали их проезду. Почти 40% работников скорой помощи сталкивались с оскорблением и без малого треть с физическим насилием. Делегация МККК в Пакистане совместно с исследователями разработала компанию «Жизнь в первую очередь» с посланием «Уступи скорой, дай дорогу жизни». Эта компания проводилась в пяти крупнейших городах Пакистана. Компании привлекались СМИ, социальные сети, популярные блогеры и диджеи, лидеры религиозных общин и была даже написана песня на языке урду, которую представили вполне успешно на музыкальном фестивале в Карачи. Слоган компании вывешивали на рекламных билбордах и даже по согласованию с властями рисовали на дорожных ограждениях. Для оценки, насколько эффективной была эта компания, мы провели исследования и до, и после. Они показали, что количество водителей, уступающих дорогу скорой, выросло. Но не все подобные компании увенчались успехом. Те, которые направлены на изменение образа жизни и предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний, редко достигают более 1, максимум 8% эффективности. Гораздо сложнее изменить поведение людей, если требуются серьезные усилия с их стороны, такие как бросить курить или начать регулярные занятия спортом, а также если изменения противоречат культурным или религиозным традициям. МКК учитывает культурные особенности религиозной традиции в тех регионах, в которых мы работаем. Например, в Сомали поведение во время войны регулируется нормами Беримагидо. Это смесь традиций и законов шариата, которые, по сути, защищают тех, кто не сражается, детей и женщин и стариков. Беримагидо и Женевские конвенции основаны на одном и том же побуждении – оставаться людьми даже в разгар конфликта. Поэтому, разговаривая с воюющими племенами в Сомали, мы опираемся на местные традиции верования. Более того, мы провели целых два исследования, чтобы понять, что влияет на поведение человека на войне, что заставляет его совершать военные преступления или, наоборот, воздерживаться от их совершения. Исследования велись в 15 регионах мира, где шли боевые действия, в их числе Босния, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Грузия. Боюющего обычно в большей степени мотивируют давление группы, нежели ненависть или страх. Большое значение имеет уважение товарищей, защиту репутации группы и стремление внести собственный вклад в общий успех. Боюющие также склонны подчиняться авторитетом в армии командира. Наш коллега рассказывал, что в Либерии в 2003 году повстатческая группа наступала на столицу страны. В пригороде работал госпиталь МКК, где в основном лечились местные жители и члены государственной армии. Но теперь он оказался на линии фронта, и туда стали обращаться раненые члены вооруженной группировки. МКК удалось убедить стороны в необходимости сдержанности. Порой представители противоборствующих сторон лежали на соседних кроватях, но конфликтов не было никогда. Нужно уметь объяснять правила войны так, чтобы люди слушали, слышали и принимали эти правила как часть самих себя, сказал тогда наш коллега. Изменить поведение людей к лучшему не так-то просто, иногда для этого требуется десятилетие. Но с эффективными технологиями привнести изменения в жизнь значительно легче для всех нас. А вы пробовали меняться или кого-то менять? Работало?